Друзья, скажем слава Богу, Господь дал нам милость в этот воскресный день. Очень хороший псалом, который пропел нам хор, друзья, который поднимает наш дух, ободряет нас, наше сердце. Когда мы живем или каждый день мы движемся по жизни, мы где-то унываем, да, не так ли? Мы где-то, что-то нас встречает, и это независимо от возраста. У молодежи, у подростков тоже есть свои скорби. У них тоже, допустим, не разрешили на телефоне поиграть, это скорбь, это тяжело для них, да, для нас скажут, что тут такого, ну, быстро помой глаза. А это для него, для старших людей что-то другое. Но, друзья, как бы то ни было, и в этих скорбях Бог тоже утешает нас. Да, что-то мы ему обещали, малышу, и все, он снова уже навеселе, снова у него солнышко и так далее, друзья. Поэтому пусть нас Бог благословит, этот псалом очень такой, ну, ободряет, особенно, я его не раз слышал, но очень хороший. Друзья, я хочу зачитать место из Писания, это будет Матфея 20 глава, 20 стишка, 20-20, да, легко запомнить. Написано так. Они говорят ему, можем, и говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую или по левую сторону, не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Услышавши это, прочие десять учеников вознегодовали над двух братьев. Иисус же подозвал их, сказал им, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих до этого места. Я прочитал, друзья, некоторые стишки, которые нам очень знакомы. Мы об этом не раз говорили. Я снова хотел напомнить, друзья, потому что это, ну как бы и поучительно, и для нас всех, и снова вспомнить, снова нам взять что-то полезное. Написано, что мама их, вот этих сыновей Завидеевых и Якова и Иоанна, подошла к Христу и, наверное, что-то просила уже, но он не понял, да, потому что она и кланяется, наверное, один раз и второй. И он говорит, что же ты хочешь, чего-то прося у него. То есть я подразумеваю, что они дома говорили об этом. Наверное, был разговор какой-то, вы ходите уже с Христом, о чем дело, почему вы и так далее не спереди. То есть какой-то разговор, наверное, был у них. И вот они решили подойти, спросить прямо у Христа, как нам быть. Вот мы тревожимся, что мы не остались последним, и мы хотим. И вот отца почему-то не было здесь. Наверное, он снова на работе был. Мама подошла. И она просит об этом. То есть я хочу, она говорит, ясно, я хочу, чтобы эти мои два сына, чтобы они сели у тебя, чтобы они были рядом. А Христос говорит, как бы не знает, то есть в другом переводе неправильно просишь. Он ее не укорил, что ни в коем случае не проси ничего такого подобного. Он не укорил эту женщину. Он просто объясняет, что тяжело немножко, да, то, что ты как бы просишь, или то, что я должен пройти, тяжеловато будет для твоих сыновей. Они говорят, нет, нет проблем, мы тоже пройдем. Он говорит, окей, that's good, хорошо. То есть Христос как бы поощряет, он говорит, но я не могу распоряжаться этим. Но потом, друзья, да, я прочитал, ученики услышали это, да, 10 учеников, они говорят, а мы где будем сидеть? Как это вы будете сидеть? Там больше сторон нету, только правая и левая сторона, да, цель. И они начали, наверное, их упрекать. Но Христос их подозвал, и он им объясняет просто. То есть, другими словами, он, как сказать, он поощряет, чтобы люди приходили к нему, чтобы они были greater, да, больше, мы не просто сидели. Друзья, вот почему-то мне вот видится в этом Писании, он говорит, что князья господствуют над людьми. Они властвуют, они как бы, ну, над ними доминируют. Но он говорит, между вами да не будет, и кто хочет, то есть он говорит им ключевые слова. Кто хочет между вами быть большим, в английском переводе, who wants to be greater, больше, пусть будет слугою или же рабом. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Это второй стих. И так, и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы Он послужил. Другими словами, Христос хочет показать, что если хотите быть большими, хотите что-то, значит, вы должны быть слугами людей. То есть, не слугами, как сказать, раболепствовать. Не в этом смысле. То есть, для нас, для каждого из людей, Бог дает какие-то дары, gifts, да. И мы их получаем. Нету бездарных людей. Если ты вполне нормальный, полноценный человек, у тебя все равно какой-то дар есть. Мы привыкли, что дары должны быть только в церкви. Это проповедовать, петь, пророчествовать или там еще что-то. А остальные дары, кто их дает? Помните, друзья, я напоминал, что навеселило, да. Бог сказал, что этому человеку я дам возможность, не дам возможность, а дам способность, чтобы он делал все из золота, дерева. Помните, да, в Старом Завете? Почему именно? Он вроде знал, да. Но говорит, на нем особо еще двоим, чтобы они и остальные учили. То есть, это дары, которые приходят от Бога, способность что-то делать. А вот здесь прослеживается мысль Христа, он говорит, что когда вот эти дары у вас есть, и они работают, вы должны быть этими дарами слугами для других. Слугами для других, не для себя, а для других. Вот как Христос, он же не пришел сам себе, да, все, что у него было, он служил другим. И через это, уже сколько лет, друзья, его служение продолжается? Очень много, да? Вот так приблизительно, он говорил, вот так вот и с вами должно быть. Если ты будешь слугой, то ты будешь большим. Если ты будешь slave to your gift, да, раб твоего дара, и будешь служить людям, то ты будешь greater, то ты будешь автоматически большим. Больше мы иногда подразумеваем, что он должен быть каким-то гордым, каким-то надменным. Нет, нет, не в этом случае, друзья. Христос привел, что правители господствуют над людьми, да, вот это имеется в виду, да, они как бы тиранят людей, да, они владеют ими. А вы между вами, да, не будет. То есть, любовь должна быть между вами, но дары или gifts, которые у вас есть, и вы служите ими друг к другу, вот тогда будет распределяться, кто больше. Если ты не служишь своим даром другому, то ты не можешь быть большим. Тебя не могут вытащить больше, потому что, ну, оно не работает так. Только посредством того, как если наш дар, наш gift работает для других, тогда ты автоматически будешь greater, ты будешь большим. И не в том смысле, я повторяю, что ты гордый, надменный, нет, не в коем. А именно в том, что твой дар работает, что то, что тебе Бог дал, оно работает, и оно начинает расти. То есть, дар тоже нужно его усовершенствовать. Простые примеры, земные, друзья, доктор тоже не рождается доктором, да, нужно очень много учиться, нужно много практики, нужно, 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 нужно. И тогда он, и все обращаются к нему, все знаменитые доктора их знают на память. Их не нужно, их не нужно искать, все люди туда идут. Почему? Потому что это is a good gift with the fruits. Хороший дар с плодами, и можно получить помощь, и поэтому люди идут к нему. Почему к Христу шли? Потому что это был очень хороший у него был гифт, и все люди туда шли. И когда они слушали, слушали, и написано, что они слушали не как власть имеющего, а не как книжники фарисеи. Люди шли со всего, со всего, Десятиграде, со всех районов они шли к нему. Почему они шли? Потому что они видели, что этот дар у него, он очень работает. Я говорю, друзья, дар любой. Мы привыкли к дар, допустим, исцеления, и все туда, все туда идут, да? Потому что нужда. Когда мы в какой-то сфере житейской мы имеем нужду, в строительстве, допустим, куда идут? К строителю. Тот, кто разбирается, может читать чертежи, они будут сидеть с ним день и ночь, решать. То есть это гифт, это тоже гифт, друзья. Вы думаете, это земное, это не духовное? Нет, нет, в том-то и дело, что это тоже Бог дает. А уже как мы его распределим, друзья, это будет зависеть от нас. Но вот этих людей, вот этих учеников, Христос, я не вижу укора. Наоборот, Христос поощряет, чтобы мы, в данном случае они, вот то, что вам дается, должно работать. Должно работать. Если вы не будете слугами людей, вы не можете быть грей, вы не можете быть великими, вы не можете быть большими. Потому что вы скрываете свой и думаете, пусть мне служат, а я уже так. Нет, написано, чтобы мы служили. Служите тем даром, каким Бог вам дал. Что у вас есть, служите, друзья, и тогда мы увидим, насколько наша жизнь будет изменяться. Насколько наше сердце и мировоззрение вокруг даже. Люди, мы привыкли, друзья, чтобы нам служили. Я ничего не могу делать, я просто сижу, я просто, я ничего не могу, я не могу ни петь, ни проповедовать. Нет, ты можешь. Ты очень можешь. Апостол Павел говорил к старицам. Чтобы старицы, да, учили молодых любить. У вас же есть такое. У вас есть эта обила, у вас есть эта возможность. Посадили молодую мамку и начинаете с ней говорить сдалека. Не надо спешить. Это есть. То есть, дары, они могут с жизнью приходить. Не сразу все, вот когда раз и пришли. Они потом проявляться будут позже. Друзья, поэтому мы не должны думать, что у меня ничего нет, у Господь, все, все. Когда мы говорим так, тогда они никогда не могут выйти на люди. Никогда они не могут проявиться. Потому что мы зарываем их еще при начале. Поэтому пусть нам Бог поможет, друзья, в этом. Между вами, Христос говорит, да не будет так. Кто хочет быть между вами первым, пусть будет вам рабом. Кто хочет, говорит, пожалуйста, хотите, пожалуйста, но надо служить. Хотите первым, пожалуйста, всем хватит. Всем хватит. Мы привыкли, что он первый, я никогда не был, ни в коем случае. Друзья, а кто будет первым? Ну, кто? Допустим, да? Вот сошлись группа людей. Кто-то должен спросить, допустим, куда ехать. Ну, кто спросит? Все стесняются. Кто спросит? Они так и будут стоять на остановке, и никто никуда не поедет. И возвращаться домой. В этом тоже есть смысл, друзья. Не так ли? В этом тоже есть смысл. Я не раз встречался с ситуациями, когда кто-то должен был говорить. Кто-то должен был отстаивать группу. Кто-то должен быть лидинг. Но все... Мы не знаем языка, мы не знаем территории, мы не знаем обычаев. А кто, допустим, брал на себя эту ответственность, и все. И все уже пользуются его даром. Все уже пользуются вот то, что у него есть. А Христос показывает здесь, что можно это делать каждому. Независимо, мужчина или женщина. Можно это делать. И это возможно, это нормальное явление, друзья. Потому что мы берем, во-первых, пример из Христа. Из Христа мы отталкиваемся, да? У него был гифт, у него было вот это вот все внутри. И он служил людям этим. Он никогда, нигде не писали на табличке, в 7 часов будет служение, в 7 часов будет служение исцеления, служение изгнания бесов. Нигде никогда такого не писалось. Написано, он еще доходил до города. Уже весь город, то селение, уже знали, что он там. Они бросали все работы и шли за ним. Еще не было никакого служения, никакого хора, никакой музыки. Но люди шли в ожидании вот этот плод. Нам нужно сегодня взять что-то отсюда. Что-то подобное должно быть с нами, друзья. Мы не должны прятаться. Мы не должны говорить, да, там кто-то сделает. Мы должны двигаться, друзья. И тогда у нас получится. У нас будет успех в этом. У нас будет и greatness. У нас будет возможность даже быть ближе с Богом. У нас будет возможность, друзья. Ни в коем случае. Потому что я тоже так думал раньше, друзья. Там кто-то бухает, братья нехай там делают. Регань пускай сделают. Вот тот брат у него есть, да, он может говорить. А этого брата, оказывается, тоже он тряшся, пока он научился говорить. У него тоже были очень такие комплексы. Он не мог, не мог, не мог, не мог. А потом потихонечку, потихонечку, и все, потом мы пользуемся его даром. Друзья, поэтому пусть нас Бог благословит. Это, ну, может, не сильно духовная тема, но это очень важно, друзья. Это очень важно, чтобы мы двигались в этом, служили тем даром, каким у нас есть. Какой бы он ни был, какой бы он ни был. Я даже иногда, ну, с молодежью разговариваю и просто делятся. Там подошла какая-то женщина, и мне сказала, вот так, и так, и так, вот, поощрила его. И этот брат, ну, он просто, а я ему говорил сотни раз, не делая этого. А кто-то ему сказал, и все, и сразу пошло. И все, этот парень, все, он говорит, он молодежный постоянно, Библию носит, читает. То есть, такие мелочи, они очень важны, они очень, ну, приносят благословение для общества. Если мы заботимся об этом, наше общество будет расти, будет процветать. Друзья, процветать – это слово, ну, я другого понятия имею в виду о нем. Процветать, то есть, расти, иметь «prosperous», да? Они имеют благословение от Бога. Они заботятся друг о друге. Ихнее, вот, то, что им Бог дал, оно работает в среде ихней. Это очень важно, друзья. То есть, мы не должны об этом забывать и не должны перекладывать на кого-то. Потому что жизнь пройдет в любом случае. Это да и аминь. Никто не спорит с этим, что жизнь не пройдет. Никто не спорит. Как бы мы ни спорили, естественно, воскресенье день пройдет, и завтра будет понедельник. Как бы мы ни спорили, что воскресенье все равно не пройдет. Я вот настаиваю, что оно пройдет. Поэтому мы должны понимать, что жизнь проходит, и нам нужно как можно больше узнать, как можно больше потрудиться с собой для других. Для других, друзья. И поверьте, Слово Божие, мы будем намного счастливее, намного довольнее жизнью, намного лучше себя чувствовать, когда таким образом будем делать. Как вот Христос научает нас. Не так, чтобы нам служили, а чтобы послужить, и он говорит дальше, за себя. И отдать жизнь, душу свою для искупления многих. Ради других что-то делать, это нелегкая работа. Ради других что-то придумывать, это нелегкий труд. Но когда мы это делаем, и бескорыстно, когда мы делаем с радостью, зная, что это Бог нам дал, and I have to give it, I have to use it, я должен этим пользоваться, то наше сердце будет испытывать благодарность Богу, испытывать удовлетворение. Вот именно удовлетворение испытывать, друзья. Я привожу такой параллель между наркоманом и обыкновенным человеком. Наркоман испытывает удовольствие свои вне всякой работы. Так, да, друзья? Потому что он укололся, и у него кайфория, он летает в облаках. Но когда человек делает что-то хорошее, он тоже испытывает удовольствие. Это нормальное испытание удовольствия. Это нормально. Когда ты сидишь, ты радуешься, слава Богу. Господь дал мне ability to do it, да? Когда израильский народ выходил из Египта, то есть вышел, и Бог говорит, когда вы будете в той земле, и вы будете богатыми, вы будете процветать ни в коем случае. Не говорите, что ваши руки это сделали. Но скажите, что Бог дал нам возможность это сделать. Так, да? Он даже их учил, как они будут радоваться дальше. Если бы они следовали всем, что Бог им говорил, это была бы нация исключительно. Исключительно, друзья. Поэтому дал бы нам Бог мудрость в этом, друзья, искать. Что же Бог мне дал? Чем я могу послужить людям? И некоторые думают, что все дары или все, что это самое, это все за бесплатно. К строителю, когда мы приходим, друзья, он называет нам цену. Это нормально. Сколько стоит? Мы говорим, давай чуть-чуть дешевле. Окей, согласились. К тому, к тому, к тому. Приходит, там кто-то спел нам песни, хочет нам диски продать. А мы говорим, нет, это для дела Божьего, все бесплатно. Ну, надо жертвовать от себя тоже. Да, друзья? Надо жертвовать от себя тоже. Потому что на всем бесплатном мы далеко не сможем поехать. Пусть нас Бог благословит и в этом тоже, друзья, нам разуметь это. И пусть Богу будет слава, друзья. А нам во спасение. Аминь. Давайте помолимся. Продолжение следует.